интересуетесь будущем своим что будет после смерти не интересуетесь вы понимаете по-русски ну так а что ж тогда как разговаривать когда не знаете вы библию считали когда-нибудь считали сколько в ней клик можете сказать 77 с не каноническими самая первая книга библии как называется если вам 15 лет то надо чтобы мне желательно родители были если кто-то дома есть пусть подойдет я вам великие истины буду открывать что христос умер за нас и ждет покаяние чтобы для бога жили что за гробом жизни оканчивается дальше начинается бесконечная жизнь со христом или с дьяволом можете сказать сколько он просто но если есть родители вот чтобы подошли тогда вместе с вами бы побеседовали но родители спят будете я хочу спят а у нас уже утро девятый час а вы откуда тогда если не откуда где откуда-то с кухни я зашел а где это город барнаул алтайский край а понятно и кого-то вы знаете где он находится ну плюс-минус знаю от вас православный храм далеко где вы живете нет а когда ты был там в церкви не помню точно конечно и посты не соблюдаете никакие а вы соблюдаете обязательно даже мы же православные мы благодарим бога что есть посты есть церковь а ты бы в церковь сходил чат рулетки с какой целью а с такой целью что это место разбрата самое гнусное подлое лживое и мы пришли чтобы рассказать что ждет людей за это а любви божий что иисус умер за грехи людей и ждет покаяние их чтобы они не погибли в ад не пошли сатаной мучиться мы православные люди проповедники вот ты если хочешь больше узнать вот запиши два слова я скажу с гениса так не запомнишь запиши бумажку не за не за не не забудешь точно уверен ну а сейчас хожу секундочку где 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 в другую комнату побежал так возьми два слова запиши игнатий лапкин это я на те лапкин вот есть такое skype напиши в skype меня найдешь с этой фамилии именем я один на весь интернет вот теперь смотри если в skype зайдешь то я скину все материалы наши у нас большие ресурсы а теперь у меня большой youtube youtube называется канал youtube во свете библии допиши к этому еще два слова допиши во свете библии игнатий лапкин во свете библии во свете библии то есть библия дает свет да и тут ты найдешь песен секрет сам 42 тысячи и 43 миллиона просмотров понятненько так и у нас там 17 тысяч 300 роликов наших не чужих 17 тысяч мы строим деревню православную город барнаул алтайский край лапкин и гнатий тихонович мне 81 год мы пришли сюда чтобы людям рассказать о том что ожидает грешника прелюбодея тут что попало делать женщины прячутся друг от друга творят блуд и мой молодой душе здесь очень опасно быть это взрослые дяди половина раздетая валяются курят пьют блудят береги тебя тебя как звать то александр 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 это подожди к сейчас я календарь посмотрю что-то александр то вот он ушел лжет то надежда на спасение никакой нету он вместе с сатаной будет а вот потому что он его отец он очень нас считать даже не может очень нашим нас это отцом называет дьявола он родоначальник лжи да я уже не первый день здесь мы тысячи людей уже здесь встретили это сказали это место разврата люди погибают малые дети и мы православные христиане проповедники пришли сюда чтобы людям рассказать о великой радости что иисус христос умер и воскрес и всех зовет покаянию к святой жизни учат грешников в аду ни один прелюбодея наркоман в царстве небосным не будет но он может получить прощение веру его христа где когда получить когда покаяться человек в любой момент а где есть там и кайся а потом сходи вот я бога верю я не верю нашу церковь сейчас я не знаю там много денег все в золоте но где вы увидели у нас золото где вы увидели покажите что золото деньги где да не надо мне мне зачем за кем-то смотреть я за себя отвечаю у меня рубля нету так вот вот а вас кто знает знают и знают ни один не два у меня на ю тубе только посещаемость 42 миллиона очень далеко знают и все знают что мы живем не за деньги у нас церкви ни за что деньги не берутся ни за крещение ни за что это и мало таких церквей а которые вот московские церкви да вот патриархи есть да которые ну что я буду заведить президенту и патриарху они на своем месте стоят всего большой спрос с начальствующей будет строгое взыскание библия говорит а я отвечаю за печи и за охрану потому что я печник а где вы находитесь мы находимся в данный момент город барнов алтайский край лапкин игнатий тихонович мне 81 год республика карелия андрей андрей означает мужественный в переводе с еврейского игнатий лапкин игнатий с греческого означает неизвестный незнакомый а с латинского огненный у меня два перевода вот у нас мы церковь зарегистрировали отдельно православная от русской православной зарубежной церкви белая мигрантская которая за рубежом оказалась но у нас хорошие отношения с местной патриаршей митрополит приезжает служит мы строим православную деревню с нуля все православные первый раз человеком разговариваем он должен доказать что он не лжет не пьет не курит не матерится не ворует тогда разговариваем одна деревня одна такая на всю россию а может на весь мир у нас там алтайский край барнаул от барнаула 150 километров до наша деревня то мы получили статус первым делом храм построили все за свой счет за 28 лет государственном на развитие не выделила ни одного рубля но только что школа государственные открыли учителя получают ну и пенсию а так дороги сами делают вокруг 6 прудов бывшие это бывшая наша деревня мы их восстановили это огромные деньги стоят тут бульдозер что привезли только за подвоз 50 тысяч знаю я сколько видите я сам сами дороги делаю ну вот видите как но у нас еще зимы нету снегу нынче как-то затянулась осень я вижу вот если вы желаете больше узнать вы запомните игнатий лапкин два слова и по скайпу вы меня найдете по скайпу я один такой с этой фамилии и вот тогда я скину вам про youtube и все у нас очень большой youtube youtube называется во свете библии канал во свете библии игнатий лапкин у нас там 17400 роликов наших вы вообразите что это такое а если зарядите сайт через google сайт тоже во свете библии игнатий лапкин вы там найдете море информации там книги мои есть там вышло у меня 38 томов книг занятия как в университете приходилось вести как миссионерскую поездку мы сделали а библиотеке мира дарил книги дошли сборного до владивостока потом до лиссабона прошли скандинавию прибалтику север и турцию 650 остановок было это бог так сделал это господь надоумил помог и мы это сделали сделали подарок библиотекам на 35 миллионов рублей храни господь вас с богом ярко сходите да и сделайте чтобы у вас доме была такая книга вы знаете что за 1300 лет ни одна мусульманка не позволила себя показать перед народом вот так считали а можете сказать на несколько вопросов по библии сколько в ней книг 77 с неканоническими а какая книга первая как называется я тоже не знаю бытие первая книга моисеева бытие а последняя не знаю апокалипсия завершение мировой истории мы знаем как дальше будет политические события развиваться это ни одна религия ни одна книга не знает только без святая библия ну дальше что будет вот сейчас подошли к чипированию людей документов паспорт не будет руку поставил но там будет цифра 666 и без этого нельзя будет ни продать ни купить сегодня маленькая так рисовое зернышко и на нем несколько гигабайт дальше границы исчезнут над всем миром будет один человек царствовать не америка все это будет одно государство на всей земном поверхности шаре и царствовать будет столица и иерусалим еврей и царствовать ему когда объединит все 42 месяца то есть три с половиной года этого нет ничего мы абсолютно точно знаем и поэтому кто примет начертание это зверя тот пойдет сатаной в огонь вечный будет кровь лица до горизонта нету самоубийцы все идут в ад сразу и мне кто умирает умирает значит 40 дней душа идет по мытарствам и господь определяет вот на мы считаем евангелие 3 глава 36 стих верующим сына божий иисуса христа имеет жизнь вечную не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем евангелие от марка 16 глава говорится кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет 25 главе евангелие атмосфере господь говорит те которые творили правду по заповеди божий с правой стороны овцами названы а слева и которые творили зло даже не не делали не посетили никому не помогали даже нравственно жили козлами называются и пойдутся и в муху вечную а праведники в жизнь вечную со христом а эти сатаной вечно будут мучиться в огне где плащ искрежет зубов вот где будет человек после смерти так я вам сейчас вот что скажу вы запишите два слова только возьмите ручку запишите вы забудете и тогда можно будет вам скинуть все наши ресурсы огромные огромные на все вопросы получите ответ запишите запишите игнатий лапкин это я игнатий лапкин и вы по скайпу меня найдете скальпе я один с этой фамилией и там вы зайдите по скайпу я вам скину все ресурсы у нас есть youtube facebook twitter журнал живой одноклассники то есть все у нас ресурсы есть но им равных нету вот если вы зайдете на наш канал он называется во свете библии игнатий лапкин канал попробуйте сейчас зайдите во свете библии игнатий лапкин это я это наш youtube сколько там подписчиков подписчиков сколько не слышно повторите у вас и звук исчез посмотрите почему звука нету нету звука посмотрите что-то неладно сделалось доход а посещаемость просмотром 42 миллиона да так вот если у вас будет желание вы посмотрите у нас здесь 17300 роликов наших 17 тысяч вы увидите там миссионерская поездка у меня 38 томов вышло из печати и бог положил на сердце подарить бедным библиотекам в мире мы из барнаула доехали до ладивостока а потом забросили 5 тонн книг границы и прошли до португалия лиссабон прошли скандинавию прибалтику север и турцию 650 городов посетили господь позволил подарить книги один комплект стоит 750 евро мы подарили книги на 35 миллионов рублей для бога все это делается мы строим православную деревню она одна на всю россию где нельзя пить курить материться воловой воровать и лгать и привезли в деревню везде висят надписи на территории деревни курить запрещается вам будет очень так повторить в оренбурге не были потому что мы севернее прошли но у нас знакомые были в оренбурге там семи несчастья произошло это наши почти соседи вот если у вас будет желание по скайпу зайдите вместе вас как звать сергей 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 подождите тут евгений почти минутку прям я гляну только какое слово сейчас я гляну вам пи перевод слова этого что-то это евгений почтенные так минуточку сейчас я нахожу уже бвгд сергей 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 латинская интересно почему перевод тут не дано удивительно даже но почти что почтенный как и евгений рядом где-то почему-то не написали а вас как звать никита 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 это то что же виктор одно и то же это слово только то с латинского этот греческого победитель победитель то есть ты должен победить грех ни к наркотикам ни к чужой жене не лезьте это не надо это смертельно опасно блудники сарствие божие не наследует вот заметил а я безбожник я не верю атеист другой говорит агностик так вот этот кто в бога прямо заявляет что бога нет это все еще шатко еще впереди неизвестно впереди какие будут несчастья он будет кричать мама папа и боже помоги таких всего восемь процентов девяносто два верующие два миллиарда 200 миллионов христиан два миллиарда мусульман и почти два миллиарда буддистов тут понятно но на эти восемь процентов падает девяносто девять и девять десяток всех преступлений мира они творят это все а почему а узды нету дело что хочешь человек источник зла он должен быть источник радости для бога что мы по его заповедям живем у нас все открыто вот вы на youtube зашли вот посмотрите вчера у нас было собрание как люди одеты какие женщины девушки дети просто собрание посмотрите вначале там а там 1 почти есть такое что такое муж подкаблучник